Здравствуйте! Новости на канале НТС в студии Джилдош Исаков. В Джигуркукинеши сегодня депутаты обсуждают новый состав, структуру и программу правительства. Накануне, напомним, они были утверждены профильным комитетом. Сегодня вопрос обсуждается в самой палате. Претендент на должность премьер-министра Лукбек Марипов представил свою программу и озвучил состав нового Кабмина. По словам Марипова, все предложения и замечания, высказанные в парламенте, будут учитываться. Напомним, согласно новой структуре Кабмина, вместо 22 имеющихся сейчас министерств и ведомств останется всего 16. Ликвидируется должность вице-премьер-министров по экономическим и социальным вопросам и силовому блоку. Отдельные государственные службы и агентства упраздняются, либо станут подведомственными структурами в различных министерствах. Мы видим, что система госуправления неэффективная. Но выпадение бюджета, снижение притока инвестиций связано не только с пандемией. Наша задача сейчас поднять уровень ВВП, увеличить доходы каждой семьи. Кроме того, в нашей стране необходима современная инфраструктура. Вы сами видите, что сейчас мы демонтируем старую систему управления, но впереди еще много работы. Сокращение членов правительства до 16 человек связано с конституционной реформой. Необходимо оптимизировать госорганы. Предстоящий референдум по новой редакции конституции и выборы в местной Кенеши обойдутся госбюджету примерно в полмиллиарда сомов. Об этом журналистам сообщил член Центра избиркома Тенштейк Шайназаров. Уже точно известно, что плебисциты и местные выборы пройдут в один день, и они состоятся 11 апреля. По словам Шайназарова, избирательная комиссия начнет подготовку, как только депутаты Джигурку Кенеша примут закон о назначении всенародного голосования, а президент объявит дату избирательной кампании в местной Кенеши. Проект нового основного закона, подготовленный конституционным совещанием, уже поступил в парламент. На следующей неделе, предположительно, нардепы рассмотрят закон о назначении плебисцита. Ожидается, что депутаты его примут без общественного обсуждения. В Кыргызстане за минувшие сутки выявили 116 новых случаев коронавируса. Это вдвое больше, чем за предыдущие сутки. Большинство новых заболевших в Бешкейке и Чуйской области 54 и 45 соответственно. Сегодня статистику на брифинге озвучила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. По ее словам, сейчас на лечении в больницах находится 533 пациента, на амбулаторном – 646. К сожалению, все еще имеют место летальные исходы. Накануне от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один пациент в Бешкейке. Акматова также рассказала о мерах, предпринимаемых Минздравом по вакцинации граждан от коронавируса. По словам чиновницы, сейчас в ведомстве идет подготовка документов по регистрации в Кыргызстане российской вакцины «Спутник Ви». Ожидается также парция вакцин в рамках программы Всемирной организации здравоохранения. Прививать граждан будут в три этапа. В первую очередь планируется вакцинировать медработников с высоким и очень высоким риском заражения, работающих в красной зоне, в станциях неотложной скорой помощи, в отделениях интенсивной терапии. На первом этапе вакцинировать также демографические группы с высоким риском развития тяжелых форм заболевания, самих вакцинаторов, а также преподавателей учебных заведений, школ, работников правоохранительных органов, работников сферы услуг, торговли и общепита. На втором этапе планируется вакцинация граждан старше 60 лет, либо моложе, но с клиническими факторами риска, с хроническими заболеваниями и так далее. На третьем же этапе всех остальных граждан по желанию. Со стороны Всемирной организации здравоохранения в рамках механизма COVAX Министерство здравоохранения поступило предложение о поступлении вакцины AstraZeneca в количестве 504 тысяч доз. Ориентировочно в этом письме говорится о том, что вакцины поступят до 40% в первом квартале и 60% во втором квартале. И, как ранее сообщалось со стороны Министерства здравоохранения, в рамках программы COVAX Кыргызской республики будет охвачено 20% населения. В Бельгии скончался казахстанский бизнесмен Оледжан Ибрагимов. Как пишут в СМИ, миллиардер ушел из жизни в результате коронавирусной инфекции. Известно, что 67-летний Ибрагимов заболел в Казахстане, и когда состояние его ухудшилось, он отправился на лечение в Бельгию. Сообщается, что похоронят бизнесмена в Кыргызстане. Напомним, родился он в Узбекистане, но потом его семья переехала в Токмак, где будущий олигарх прожил до 1989 года. Отмечается, что сегодня там начали готовиться к его похоронам. В Токмакском доме Ибрагимова уже устанавливают юрту. Оледжана Ибрагимова, отметим, называли пятым среди самых богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes. В 2016 году его личное состояние оценивалось в 1,8 млрд долларов, а на октябре прошлого года вдвое меньше 900 млн долларов. В Бешкекском горсуде в эти минуты начинается очередное заседание по делу Душинбека Зилалиева. Ранее адвокат подсудимого Талайкуль Туктакунова сообщила, что суд удовлетворил ее ходатайство о вызове дополнительного свидетеля, бывшего президента Суронбая Джейнбекова. При этом суд обязал обеспечить явку Джейнбекова в сторону защиты. По словам адвоката, сделать это не получится, поскольку его статус экс-президента не позволяет доставить его на процесс принудительно. Юрист надеется, что бывший глава государства, как законопослушный гражданин, сам придет в суд после того, как вернется в страну. Отметим, накануне стало известно, что Суронбай Джейнбеков позавчера вместе со своей семьей покинул Кыргызстан. Вскоре Толгуна Истамалиева сообщила, что Джейнбеков выехал в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа. Что касается дела бывшего вице-премьера Душинбека Зилалиева, то он, напомним, обвиняется в незаконном обогащении. В декабре 2018 года, вскоре после задержания экс-чиновника, было распространено видеоизъятие одного миллиона долларов из его банковской ячейки. Во время следствия Зилалиев сообщил, что это деньги на избирательную кампанию кандидата Суронбай Джейнбекова. Между тем, в Свердловском райсуде столицы сегодня продолжится процесс по иску семьи Матраимовых против журналистов. Напомним, 15 января судья отложила процесс на 3 февраля в связи с тем, что Раим Матраимов и его жена Улкан Тургунова сменили свои фамилии. Сегодня их адвокаты должны представить суду официальные документы, подтверждающие изменения их фамилий на законных основаниях. Напомним, после публикации ряда журналистских расследований о коррупционных схемах на таможне, Раим Матраимов подал иск на радио «Заттык», издание «Клопы» и «24 Кейджи», а также на журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к «24 Кейджи». Семья Матраимовых тогда заявила, что публикации журналистов нанесли ущерб их достоинству и деловой репутации и оценили ущерб в 60 миллионов сомов. При этом 22 октября был задержан сам Матраимов. Он тогда заключил сделку со следствием и заплатил государству 2 миллиарда сомов. Из них 1 миллиард 400 миллионов он перечислил наличными, а остальные 600 миллионов вернул имуществом в виде одного торгового центра и девяти квартир. Ну что ж, на этом пока все. Развитие событий вы узнаете из наших следующих выпусков. Уверимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok